здравствуйте мои дорогие приветствую вас всех на моем канале сегодня получила новую колоду карт она ну скорее всего конечно выпущена то она давно издается но вот я ее себе заказала меня привлекло то что она называется изменение формы интересное название я посмотрела картинки сами какие на картах идут мне стало интересно единственное что они такие довольно таки светлые к сожалению это издание может быть не очень хорошего качества само по себе красивая коробка все красиво не не придерешься а вот печать хорошая бумага довольно таки белая вот так как я уже ее открывала снимала пленку и конечно же залезла посмотрела вот сами по себе карты они довольно таки тонкие ну на этой колоде скорее всего слишком много раскладов и не будешь делать почему эта колода она о принятии но я бы не сказала как таковой духовности ну потому что для меня духовность это вот более высокие какие-то уровни идут вот этого а именно развития в плане контакта полного контакта с природой соответственно вот это магии откуда идет до стихии животные растения и так далее поэтому тут нет можно делать конечно как и обычные расклады это я еще буду тоже разбираться потому что к сегодня получила книга он большая толстая но здесь хорошо напечатано но давайте посмотрим значение какой-нибудь карты что у нас тут открылась отличная карта открылась эта карта мир мы ее удастся мне ее быстро найти или нет нашла она вот такая вот голубая тут и слон нарисован да и все как бы животные разные и по моему пантеры и мыши волка еще какой-то птицы то есть вот единение всего вместе до в единство и вот это вот голубое небо и движение луны и солнца то есть вот все вместе это вот такой найти когда звенящая тишина и вот это вот слияние полная гармония всего и стиль из севера все я это конечно бесподобно и так эта карта в колоде называется единство она традиционная карта это мир ключевые слова завершение ну как обычно во всех колодах идет что карта мир это завершение одного цикла и начало следующего успех и его тут вот идет уже именно в отношении так как бы колоды космическое сознание то есть когда вот это все полностью объединяется потому что у нас все почему-то стремятся куда-то все время вверх 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 не забывая о том что вы сначала должны это внизу объединиться в себя воплотить все вокруг помните пятый элемент четыре стихии и пятый элемент это человек вот это все должно быть сначала человеке воплощено и дальше он должен подниматься вот на более высокий уровень своего духовного данном случае развития и так читаем в огромном шаре изображены представители человечества проживающие в разных частях света сам шар символ души мира его единство цель любого духовного искателя и мага самое интересное что представители человечества живущие в разных частях света то что вот чем я люблю магию всегда есть определенные знаки символика что у нас сейчас происходит здесь не было никакой закладки я при вас открывала эту страницу и открылась вот эта карта ну да значение трактовка этой карты бесподобным ни возраст ни раса не являются препятствием к изучению искусства изменения формы важной составляющей духовного роста что демонстрируют люди изображенные на карте значит я правильно поняла значение вот всех что я вам сказала что сначала этого должно быть объединение всего и потом ты только сможешь подниматься вверх по духовному уровню все ограничения мы устанавливаем себе сами вокруг изменения форм плывут семена космической энергии доступны для всех кто стремится улучшить мир для себя и окружающих ниже сферы изображены фаза луны символы божественных сил жизненных циклов циклов и посвящения на цве на сферы когти ястреба древнего символа трансформации души и жизненной ситуации великий отец ястреб великая мать луна поддерживают и оберегают своих детей на земле поощряя и направляя их охраняя каждый шаг на их жизненном и духовном пути огромные белые перья напоминают о египетской богине истины и порядка маат иероглиф маат струсов струсовое перо говорят о необходимости познания величайшие из истин существует множество духовных путей и все они ведут к истине если люди не извращают их все мы идем по этой жизни вместе но каждый из нас должен самостоятельно развивать свои внутренние духовные качества вот как раз все вот то что сейчас происходит почему это происходит да вот это вот нарушена я когда-то в одном из первых видео рассказывала что перед тем как все началось меня предупредили что скоро начнется потому что нарушена последовательность и у меня все время голове звучало последовательность фибоначчи последовательность фибоначчи я все ломала голову для чего это потом уже стала залезать смотреть перечитывать но я помню со школы что что это такое вот но было же нужно было разобраться почему мне эта информация пришла и потом я нашла видео одного нашего бывших бывшего офицера в принципе он реально мах ну мах понимание конечно он предметы не двигает так вот да вот но обладает невероятным знанием которые нам простым людям к сожалению не известно потому что очень много книг спрятано в библиотеках которые можно достать только по специальным разрешениям вот а мы при вынуждены где-то выхватывать какую-то информацию кто-то получает ее кто-то где-то находит случайно перечитайте сказки наши русские с этой точки зрения которая сейчас происходит вы будете очень удивлены это не сказки это то что существовало на самом деле итак какое же значение именно вот в раскладах цикл завершён вскоре вы достигнете место вознаграждения завершения и успеха вы преуспеете в определенных областях духовного роста и сделайте еще один шаг космическому познанию я могу вам сказать что этот шаг произойдет еще до нового года для всех россиян россиян украинцев кто не поймет тот будет выброшен на обочину дороги ну и грубо говоря выброшены с вагона поезда который будет идти дальнейшему развитию и нам ближайшее время я вот помните вам в каждом почти раскладе на там вас я говорю что-то будет середине месяца что-то будет середине месяца мы может быть не увидим как такового события но энергетика настолько в этот момент изменится что начнет меняться на физическом уровне все остальное поэтому поэтому меня вот эта колода и заинтересовала и я конечно буду ее скорее всего делать на для людей которые хотят там именно про свое какое-то духовное развитие или может быть какие-то есть жизненные проблемы я вижу что это может быть связано с и энергетикой духовностью то есть вот эти вот такие расклады но посмотрю еще почитаю там что есть в книге да какая информация а так вот такие вот это дурак в этой колоде это человек который проходит посвящение то есть вот ведьма ведьма не может проходить посвящение на каких-то ритуалах не может ее либо принимают свое окружение силы либо не принимают то есть вот это то что еще вы и платите сумасшедшие деньги за эти ритуалы ребята это все хорошо в этом подумайте вот посвящение когда человек имея какие-то способности решает что он хочет этим заниматься что ему это интересно и он обращается к силам чтобы они его посвятили вот тут вот у него есть жезл в руках сейчас я найду эту карту самую первую смотрите держит в левой руке жезл вот видите у него там светящийся такое факел зажженный внутренним друг духовным пламенем это жезл символ направленные воли и знания будет помогать посвященному на пути его дальнейшего и магического духовного роста чем отличаются маги ведьмы и так далее они могут свою волю и знания направлять именно концентрировать и направлять в определенном нужном им направлении вот интересная карта очень интересно то есть вот это то что обычно говорят дурак там шут дурак здесь идет духовный уровень которые очень часто из обычной колоды как бы убирается да вторую сейчас вообще вообще это было больше как духовный уровень изначально а потом он вышел вот на этот материальный в правой руке он держит яблоко тоже вот видно там красное такое символы возрождения и реинкарнации потому что наша душа в этот мир приходит далеко не один раз мы иногда думаем что что-то вот как будто чего-то не хватает это просто где-то тихоньку может проявляться информация полученными нашими предыдущими воплощениями так ну тут уже это самое дальше идет что посвященный учиться управлять своими всеми стихиями дальше вот такой вот волшебник это то что в обычной колоде маг здесь идет как бы человек перевоплощается вот помните я вначале читала про карту мир ястреб бог вот тут идет перевоплощение начинается перевоплощение вот видимо в этого ястреба я точно еще пока не читала поэтому врать не буду но очень очень похоже на это вот опять же тут и волк то есть разные тут стихии идут объединения в обычной колоде это императрица здесь это волшебница когда у нее в котле варится все что ей нужно она очень близка к богу да вот тоже крылья там видите у нее а вот но при этом она очень соединена с земным корнем благодаря этому она обладает огромнейшей силой потому что она соединяет и вверх и низ невозможно одно без другого ой вернее это извиняюсь не императрица а жрица господи вот императрица тоже да красивая очень карта знание в руке держит беременна может быть ребенком может быть какими-то знаниями идея император он может управлять всем и всеми разные животные тут все такая вот интересно знание я колода карта знания это вообще в обычной колоде по моему иерафант пятый это когда тоже идет перевоплощение в слона это как мудрость символ мудрости видимо кто-то там из этих южных народностей индус может быть рисовал вверху видите пентакль звезда ну влюбленные здесь тоже влюбленные силы шикарная колода когда идет слияние человека с животным и ты получаешь силу животного но на самом деле это больше колесница здесь она называется сила но в обычной колоде это колесница а вот это сила смотрите что интересно сила женщина сливается с медведем опять же символично для нас очень что это вот мощная сила и сила не столько физическая сколько и духовное все вот объединенное в одно вот медведь или медведица медведица то еще и своими детьми занимается видящий интересная очень колода это я так понимаю колесо фортуны что значит удача когда тебе все тебе способствует во всем удача тогда ты можешь все разные стихии разных животных символов себе соединить и ты будешь мир воспринимать и чувствовать на раз-два и будет ощущение что мир крутится вокруг тебя не ты вот это колесо стараешься прокрутить чтобы тебе повезло но и это самое мир крутится вокруг тебя то есть тебе даже особо усилия никакие не нужно прилагать природа но это у нас справедливость изменяющую форму тоже очень красивая карта нарисована когда там женщина лежит что-то между кошкой и женщиной опять же перевоплощение идет это карта повешенной но она нигде не повешена она просто находится как бы между водной стихией видит свое отражение то есть опять же очень символичное значение карты идет перерождение в обычной колоде это смерть и вот ворон черный смерть скорпион еще там какой-то жучок опять же воплощение идут три лица женские это по моему умеренность равновесие гармония полная дельфины когда материальный мир и водная вода все вместе сливаются шикарная колода конечно придется повозиться изучать но выбор это по моему должен быть дьявол необычно что ты выберешь зависимость или свободу змея это по моему башня а вот звезда когда опять же все вместе соединяется божественное духовное физическое все в едино сливается и ты взлетаешь очень высоко а это драконы кстати драконы четыре их это китайские драконы вот я вам говорила про фибоначчи что нарушена последовательность и я попала на канал одного нашего бывшего офицера и вот он рассказывал он высчитал что они должны быть эти четыре дракона высчитал что они должны значить в общем там было конечно очень интересно но он эти видео удалил как он сказал кто должен был услышать увидеть тот услышал и увидел а вот и вот сейчас я увидела на этой карте четыре дракона думаю елки-палки он об этом говорил ну вот вы знаете дальше не буду уже много времени потом может быть я сделаю расклад попробую на этой колоде именно для всех когда там разные камешки выбираете и вот этот вот какое развитие там духовное ну вот что-то прочитаю более подробно инструкцию колоде и тогда определюсь какую тематику придать этому раскладу сделать для вас расклад я думаю будет всем очень интересно потому что у меня аж мурашки по телу от этой колоды я сначала не поняла думаю правильно ли я сделала что неправильно но вот сейчас я смотрю я ее вовремя купила вот ребята жду еще одну колоду но она обычная колода уэйта единственное там когда она придет я тоже вам покажу мне нюанс очень интересный есть но я во всяком случае надеюсь это то что я ожидаю увидеть не буду разочарована вот но мне еще две колоды посоветовали я их тоже обязательно закажу постараюсь прямо до нового года пока тут скидки различные вот ну даже если не успею на скидки ничего страшного колоды там тоже очень интересные я их тоже постараюсь заказать ближайшее время покажу я люблю собирать колоды я когда-то марки собирала но мне это показалось очень скучно мне интересно но еще была ребенком а сейчас вот собираю колоды и мне реально на них нравится делать расклады у меня их больше 30 на данный момент колод по-моему 37 вот и я практически на каждой колоде хотя бы иногда делаю какие-то расклады я их стараюсь не забывать каждая колода вот я вам показала она несет отпечаток своего издателя художника как это сказать ну кто разрабатывал рисовал художник а вот саму направление колоды другой человек вот здесь например конуэй и сирона найт я не знаю кто это но вот очень интересная колода получилась она к сожалению вот на видео ну так не очень ярко смотрится она приглушенная но и все равно постараюсь вам расклады сделать чтобы вам не только думать о серьезных проблемах но иногда как-то расслабляться и думать о более высоком вот так что пока мы эту колоду отложим но в ближайшее время я постараюсь на ней сделать для вас расклад а вам всем желаю мирного неба над головой берегите себя берегите своих близких и до новых встреч держи от здравствующих так и прочитать Продолжение следует...